Так, нам что-то привезли. О боже, что-то огромное. Так что поехали на закупку окрошечную. О, а вы видели вот такие нектарины? Не буду вам снимать. 100-500 раз вы уже танцевали со мной. Ну, если хотите, сниму, чтобы потанцевать. Чисто потанцевать. Ой, какие они беленькие. Прям как колосочки. Так, нам что-то привезли. О боже, что-то огромное. Я кажется, догадываюсь, что это. А вы догадываетесь, откуда привезли? Не знаю, откуда. Откуда-то далеко. Похоже. Сейчас я вам скажу, откуда. Нет, не скажу. Из Техаса. Из Техаса. Ага, сейчас затащу. Я начала открывать коробку. Вы посмотрите, сколько здесь пенопласта. Боже. Как вы думаете, что это? Кто угадал? Вот он, вот он. Это похоже. Мой сноуборд, который мы на Гудвилле выиграли. Ой, сейчас вытащу. Ну что, я распаковала. Еле как. Сноуборд. Вроде классный. Здесь наклейки были. Какие-то... Слушай, Макс, посмотри. Ничего так, да? Да, и вот эта вот поверхность очень хорошая. Скользяк. Прям вообще, слушайте. Мы прям очень выгодно, похоже, взяли сноубордик. Вообще, круто тень. Классный, классный. Мне нравится. Смотрите, вот здесь вот, по идее, крепления должны стоять. Ну, по идее, прикручиваются. И вот от них должны были следы быть. Но следов вообще нет. Посмотрите. Круто тень. Просто круто тень. Как такое может быть? На нем, похоже, особо никто не катался. Не катался никто. Что, это видео? Это видео, да, Максимыч. Ребята, я тут собралась окрошку делать. И вот хочу мясо сварить. Вот смотрите, я вот в своей мультиварке просто наливаю немного воды. Кладу мясо, посолила. Вот добавляю вот такой приправки. Тут всякие разные специи. Ну, честно говоря, от этого вкуснее становится не само мясо, а больше бульончик, который потом будет. По-моему, бульон используют для супа. Так, думаю, хватит. Все. Сейчас закрою. На полчаса. Под высоким давлением. Еще бы надо включить мультиварку вообще-то для начала. Вот так вот. Так. Вот высокое давление. Все. Через полчаса у меня будет мягкое мясо. Я вам покажу, какое мясо будет через полчаса. Мы снова с вами в путь. Не знаю, как вы, но я в путь. У меня сегодня по плану. Окрошка. Юра на работе. Дети в школе. Мы с Максом. Что еще есть? Решили окрошку. Но у меня, кроме мяса и картошки, ничего на нее нету. Так что поехали на закупку окрошечную. Приехала в Справц. И по дороге вспомнила, что я забыла сумку многоразовую. Очень не люблю тут брать одноразовые эти пакеты. Но придется бумажные взять. Идем-то сразу в овощи. Огурцы, редиска. Все по списку. Ой, какие, смотрите, вот персики продают. Нектарины. Долу 68 стоит за паунд. Смотрите, какие они огромные. Реально огромные. Вот такие жесткие. Юрот любит сладкие, но жесткие. Не знаю, взять или нет. Он там сейчас в своем офисе, по-моему, все что угодно может кушать. Не прельстишь его этим. Ого. А вы видели вот такие нектарины? Я знаю, пушистые вот такие. Два персики инжирные. Донатс тут называются. А это гладкие. Я первый раз такие вижу. Ну, именно гладенькие. 3 доллара стоит, а полкило. Вообще классные. А тут есть вот такие же, в смысле, вот как пушистые эти, инжирные. Есть желтые такие. Называется пич пай. Персиковый пирог. Интересно. Какие-то прям, вообще, но они такие дорогие. Смотрите, 3,99, наверное, вот за такое, за три штучки. Так, ну, смотрите, два за шесть. Ну, огурцов, в принципе, я могу взять за две вот такие. Шесть долларов. Огурцы неплохие, потому что у меня много идет в окрошку. Ну, и там на салатик мы просто так тоже их едим сейчас. Больше, чем обычно, потому что за руку хочется чего-нибудь такого. Вроде бы ничего нормальное. Ладно, берем. Баритисечка тоже неплохая за доллар. Каждый пучок. Наверное, два возьму, потому что один на окрошку, один просто. Ну, и лучок, естественно. Лучок сколько стоит? Тоже 99 центов. А вот укропчика опять нету. Где-то здесь должен был быть, но опять нету. Что ж такое, а? День на день не приходится. Так, это кинза. Хочу кинзы еще взять. Вроде бы это... Или это петрушка, знаете, понятное? Это похоже петрушка. Где кинза? Да, на салатик вот с рыбой. Так, так, так. Вот это кинза точно. Да, 79 центов. Тоже возьму пучок. Вот интересно, в Спрауте очень часто бывает. Так что очередь на кассе. Потому что вот из... Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Из восьми касс работает только одна. Бывает такое время, когда вот работает только одна касса. Пока вот меня обслуживали в магазине. Там вот эта вот продавщица, в смысле кассирша, улыбалась. Сейчас вышла из магазина. Там женщина в машине едет, тоже улыбается. Мужчина какой-то из обслуживающего персонала тоже улыбается. Вот, честно говоря, знаете... Вот, ну, говорят, что, типа, вот, американцы, они вот часто улыбаются. Вообще наиграно всё это, всё это как бы не по правде, всё это не, ну, не их эмоции на самом деле. Но мне вот на самом деле не важно, их это эмоции, не их это эмоции, по правде, не по правде. Это так приятно, потому что, ну, лучше же, да, когда тебе люди улыбаются, чем когда на тебя смотрят какая-нибудь кислая мина, да, и твоё хорошее настроение портит в один момент. Это в сто процентов лучше. Поэтому мне всё равно, наиграно это или не наиграно, но это очень приятно. Поэтому я вот в эти вот разговоры, что, типа, это всё не искренне, абсолютно не верю, и на них абсолютно никак не реагирую. Это клёво. Всем бы так. Почаще улыбайтесь друг другу. А за кефирчиком и сметанкой мы приехали в трейдер. Прикатили, хотела сказать. Мы на карете, на каприолете. Так, посмотрю ещё цветочки какие-нибудь, потому что что-то хочется новых цветочков посадить. Не растёт у меня укроп. Думаю, чем бы засадить вместо этого. Какие красивые бегонии. Но я не знаю, как они на улице растут. Это, наверное, домашние цветы. Кто знает. Вот кавы тоже красивые. Тоже, наверное, домашние. А на улице? На улице только кактусы выращивать. Кстати, кактусы такие дорогие. 7,99, по-моему, из-за горшка. Кактусы тоже надо посадить. Но пока ещё не решила, какие. Вот здесь вот в трейдере обычно есть полка такая новых товаров. И вот они сюда всё выставляют. Ой, музыка играет классно. Будет меня блокировать. Так, посмотрите. Тут какой-то камерун бойо. Это какой-то кофе арабика, medium roast. То есть, средние обжарки. И вот в этом кофе есть нотки шоколада, миндаля и молассос. Молассос. Я не знаю, что по молассос. Надо будет посмотреть. Потом расскажу вам. Напишу. Но это без, я так понимаю, без этого. Ну, без добавления каких-то искусственных ароматизаторов. Просто вот само по себе кофе такой. Интересно. Но стоит оно 8,99. И здесь его 340 грамм. Вот так вот. Чёрный шоколад. Наверное, вкусный. 100 грамм. 100 грамм. На 4 части, видимо, разделён. 2 доллара стоит. Тут вообще интересные такие товары всякие бывают. Необычные. Так, вот он кефирчик. За 3 доллара. И сметанку тоже возьму. Какую только. Вот эту, что ли, которая, которая, ну, типа, не знаю, обезжиренная, не обезжиренная. В общем, не жирная. Ещё хочу какой-нибудь йогурт взять, попробовать. Вернее, мы когда приезжали вот сюда, мы пробовали всякие вот эти йогурты. Вот я помню, что вот этот вот вкусный йогурт. Абрикос манго. Из цельного молока сделан. Вот его возьму, наверное. Какой бы ещё взять? Необычный, необычный. Есть вот с кокосом, но он обезжиренный. А вот этот не обезжиренный, я так понимаю. Так, греческий йогурт с кокосом, да. Я его тоже возьму, наверное. Что бы ещё такое взять? Ванила бин. Они сладкие только, наверное. Ну, посмотрите, сколько в них сахара. Вот смотрите, лимонный йогурт есть даже. Но лимонный что-то не хочется. Вот эти подороже йогурты. Не знаю почему. Они стоят 1.49. Вот, например, вот такой обезжиренный стоит 1.19. Вот эти подешевле. 79 центов. Вот такой доллар. 99.1 доллар стоит. А вот здесь вот, смотрите, есть. Но он тоже нон-фэт обезжиренный. Black Raspberry. А такого нету, не обезжиренного. Так. Много очень обезжиренных йогуртов. Ладно, этот тоже возьму. А вот смотрите, ещё какой есть. Pineapple Kiwi. Это ананас в киви. Ну ладно, сначала вот эти попробуем. Максу возьму шоколадные мысли. Гранола. Не мысли, гранола. Так, что ещё есть такое? Шоколадное. Потому что всё остальное мы берём в этом. Коско там просто шоколадного нет. Смотрите, я купила сумку трейдер Джоз. Многоразовую. Вот. И эта кассирша говорит, у вас, говорит, чехольчик, говорит, на телефоне, говорит, такого же цвета, как сумка. Я говорю, да. Вот. Положу в машину, чтобы потом не забывать брать с собой. Обещала показать вам, какое мясо получается после получаса варки. Вот смотрите, какой бульончик. Прям такой наваристый. Вот. И вот мяско. Сварилось. Сейчас я вам покажу, чтобы как вам показать, что оно сварилось. Вот видите. Вот так вот. Прекрасное мясо. Ммм. Мяфка. Вкусная. Прям вообще красота. Я тоже собралась за крошку делать. Не буду вам снимать. 100-500 раз вы уже танцевали со мной. Ну, если хотите, сниму, чтобы потанцевать. Чисто потанцевать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. ура ура сейчас мы с максом будем есть всем желающим окрошечки привет готовьте обязательно лучший летний суп вы знаете я вот вчера в одного блогера смысле инстаграме фуд блогера увидела татарскую что ли какую-то восточную окрошку там был айран огурцы помидоры резанные потом то ли кинза то ли что вот кажется без мяса то ли яйца там были то ли что в общем говоря они вот это заливают все айраном кефирчиком кажется в перемешку и пьют как напиток вот и говорят что очень тоже вкусно но нам-то надо чтобы еще было чуть калорийно место плохо порезала ничего развалится так что без картошки не окрошка всем приятного аппетита но как-то на днях с юрой здесь гуляли ну по-нашему через наш комплекс территории вот смотрите видите здесь вот как бы типа какое-то озеро речка что-то в этом духе и увидели вот вот эта дорога идет вот как бы это мост похоже очень что был когда-то мост потому что видите вот эта вот арка она забита еще с какими-то деревянными такими решеткой как бы деревянная такая да и похоже здесь когда-то была настоящая река и вот это видимо все что осталось от нее они облагородили и сделали вот такие вот запруды но естественно вода здесь уже искусственная потому что ну смысле ниоткуда не попадает вот из этих кранчиков льется вот из этих но действительно очень похоже как будто здесь вот это вот река она когда-то была поэтому неудивительно вот мы вот сколько уже здесь больше полгода живем и только сейчас заметили вот эту арку лишь у нас пробует йогурт ну когда вы подожди покажем какой йогурт кокосовый да давай из трейдер джос давай попробуй давай пробуй вкусный прям кокосовый ну-ка дай-ка я попробую любит очень как творожок слушай да на кушай приятного аппетита прям творожок сегодня мы будем пробовать вот эти блогеры которые мы купили в коско из чего из индейки да и они уже приправлены чем-то не антибиотиками написано без антибиотиков антибиотиками много что приправляется нынче вот смотри как удобно три четыре пять вообще шикарно а нам 5 не надо 4 надо а 5 мы решили да пожарите Вова у нас чуть не хочет у него там еще котлеты есть с макаронами да вытащи красивая коробка сейчас будем пробовать расскажем вам кто живет в америке ходит в коско поделитесь своими впечатлениями об этом бургере если вы ели а мы тоже расскажем вам ходите они беленькие вот всегда логично да они это индейки в общем вот такого цвета котлетки получаются ну что пробуем Леша сказал что котлета вкусная сказал awesome ну как сочная вкусная ну кстати травы нет ничего нормальная нормальная не сухая съедобная легче конечно чем галярина у меня короче вот такая вот такой бургер простите называется бургер салатный это не показывает раздетый сидит опять котлетка да короче как может индейка быть на вкус вот она и есть но спокойно чистая говорит хотелось отдох accepting способ спорт sell